Я буду считать Naviter талисманом, потому что сегодняшний полет был частичный для того, чтобы посмотреть, что это за прибор. На Audi я не настраивал еще ничего, но он тоже, я думаю, рад так полетать. Поехали налево. Я вижу, как зашкаливает варионетр, как все ушло куда-то. И так даже не очень верится. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спортов. У нас весна. И весной тоже бывает Дед Мороз, который приносит, посмотрите, какие замечательные подарки. Это Audi. И сейчас мы его попробуем посмотреть, что у него внутри. А внутри у него, а внутри у него кнопка. Чехольчик, в котором лежит, наверное, сам прибор. Мне больше всего было интересно, что пришлют из аксессуаров, которыми можно это все дело прикрепить к планеру. И, наверное, радостная новость, что вот есть такая добротно сделанная крепилка. Крепкий, такой промышленного типа пластик, явно жесткий. Из металл. Ну, тут все. Все достаточно красиво и крепко. Сейчас попробуем, как оно работает. Здесь у нас мощная присоска. Тоже видно все такого достаточно хорошего уровня. Вот это какой-то, видимо, удлинитель, чтобы это двигать куда-нибудь. Ну, то есть, конструкция, чтобы закрепиться, есть. Так. Шнур. Для зарядки. Ага, с 90 градусным этим вот. Очень удобно. Должно быть и тут тоже 90 градусов. Смотрите, как все красиво продумано. Такой шнур еще фиг найдешь где-нибудь. Ну, классическая вот эта вилка 220 вольт на USB, чтобы можно было заряжаться. А, там, наверное, тоже какая-то сим-карта, которую надо будет тыкать. Так, друзья, вот получилась куча у нас счастья. Это какой-то супер новомодный последнего поколения Naviter. Naviter, я так понимаю, называется он Naviter N. OUDI N. Сейчас я его тыкну. Вот у него, получается, какие-то кнопочки сбоку. Только массивные достаточно. То есть, я бы не сказал, что он тяжелый, но чувствуется в нем потенциально хорошая батарейка. С него можно телефон заряжать, если вы приземлились, и другую аппаратуру включается мгновенно. Значит, OUDI N эта штука называется. Я про нее еще ничего не знаю. OUDI я пользовался много лет. Это был один из первых приборов, с которым я летал в Альпах. Он мне очень помогал, потому что, когда до Матерхорна было ноль, а до дома было 270 километров, было очень страшно. Ну вот нужно сделать аккаунт в СИЮ, залогиниться. То есть, у меня этого нету, поэтому я этим буду дальше заниматься. Что могу сказать по экранчику? Ну вот угол. Ну, под хорошими углами работает очень приятно. Ну, слушайте, хорошо. Экран яркий. Я более чем уверен, что и на солнце он будет читаться. Поэтому, в конце концов, в полете уже все сравним. Пиксели-фигисели. Ну, все мель. По сравнению с тем, что у меня было раньше, это, конечно, уже небо и земля. Основная проблема у наших полетов, мы встречаемся в воздушном пространстве. Нас достаточно много, помимо планиров, есть куча еще парапланов. О, параплан. Дай-ка внизу ручечку. Мы выше него пройдем, с которого не пугать. Вот. И, кстати, заметьте, с флармом летит, чувак. Это круто. Но парапланилистов встречаю с флармами. Я каждый раз глубочайшее уважение этим парапланилистам объявляю. Потому что это очень сильно увеличивает безопасность. Наверное, на самый яркий случай, когда это увеличивает, бывает, летишь на планере, раз, смотришь, а там ноги торчат из облака. Потому что парапланилистов сосало, и от него остались одни ноги. Ну, или там кокон. И ты думаешь, аааа. И потом видишь, тень купола какая-то пронеслась и прочее. То есть, в этом случае намотать параплан на планер, оба погибнут. Вот этого всего не надо. Поэтому фларм, это пассивная система безопасности, которая просто помогает всем. Надеяться на него полная глупость. То есть, лететь и думать, я все увижу на фларме. Бред, потому что села батарейка на этом приборе, и нет больше фларма. Но, скажем так, в достаточно большом количестве ситуаций он поможет. Поэтому я всем категорически рекомендую, если вы хотите безопасно летать в тех же Альпах, и не бояться столкнуться, уменьшить вероятность столкновения с другим летательным аппаратом, пользуюсь флармом. А мы дальше сейчас будем разбираться, как этот стук работает. Сделано все очень качественно. Из плюсов я вижу, что вот, в принципе, вот эту деталь можно будет придумать, как закрепить на борту планера. Тоже какими-нибудь винтиками, болтиками, вполне реально. И тогда мне не понадобится вот эта вот присоска, потому что с присосками вечная куча сложностей. Единственную присоску, которая на планере у меня держала год и не отвалилась, это был... Питака есть такая фирма, которая делает для телефонов такие чехлы и крепления системы. Вот она держалась. Все остальное, особенно когда тысяч на пять лезешь, отваливается просто на ура. Ну, посмотрим. Интересненько, вот эту штуку я тыкнул и выткнул вот такой держатель. Судя по всему, он под сим-карту. Добыл я симочку Orange. Вы не поверите. Вот секунду назад я ставил эту карточку, вот она шарашивает. 4G. И написала мне создать аккаунт. Вот сейчас я буду создавать. Ненавижу компьютеры, ненавижу создавать всякие аккаунты, что-то искать, забывая все пароли, которые я придумываю. То есть, для меня это постоянная битва. И я хорошо помню только одно, что ОВДИ был одним из первых приборов, в котором я все-таки как-то во всем этом разобрался. И потом, вот всю свою спортивную карьеру я летал как раз таким прибором. Когда вот там рубился в Орле на соревнованиях, там занимал на Кубке России места, на чемпионатах. Потом ездил в Литвее Тау. Все время у меня был такой приборчик вот на LS8. Итак, друзья, первый шаг каким-то чудом сделан. Очень просто. Я вбил имя, фамилию, электронную почту. Наждал создать аккаунт. И он создал. У меня есть никаких лишних вопросов. И так далее. Теперь он выбил меня на следующую страничку. С чем вы хотите летать? Ну, видите, планер, парапланы, так сказать, финглайдер. Ну, давай попробуем тебе, давайте попробуем глайдер. Оп. Это можно сделать позже. Я пропущу выбор модели планера и так далее. Пропустить. Ну, это можно разрешить, а можно не разрешить. Я думаю, что пока не сейчас. Ура! Сейчас я ему дам сожрать GPS, он определит наше местоположение. Все прекрасно. Оуди съел датчики. Я уже пока он там их съедал, GPS искал, подключил все это к крепилке этой. Посмотрите, какой кронштейн шикарный. То есть, он прям в специальные гнездушки забрался в этом Оуди. Ну, прям как под него сделан. Просто фантастически все красиво. То есть, пока мне все дико нравится. Вот наш аэродром на картинке. Вот наш аэродром в конце долины. Погода бомба. Все уже взлетают. Да, дни мы тут с девайсом играемся. Самое время поехать на полеты. Итак, друзья, мы в небе, и мы с Оуди. Вот он в чехольчике. Кронштейн я вроде как удачно закрепил. Вот ручки проверил, что ручки сброса в арене фонаря ему не мешают. Присоска, конечно, реально крутая. То есть, смотрите. Держится хорошо. Я поднимусь как-нибудь, слетаю в волну. Как все прекрасно. И он пищит прекрасно, что вот набираем. Сверху несколько планиров. Мы летим вверх, давай, закручивай вправо, поехали. Друзья, это первый писк этого Оуди. Огонь! Так. Я его сейчас закреплю. Давай, крути, крути, направо, крути. Я правда сейчас буду с ума сходить от того, что столько у меня приборов. Оп. Ну, вообще. Огонь. Огонь. Смотрите, как он у меня прижился. Оп. Прекрасно совершенно в берездашке своем оказался. Единственное, друзья, что, скорее всего, на Оуди будет реагировать на... Справа планер на тоже. Он будет реагировать на высоту барометрическую, потому что он не подключен к компьютеру планера. И поэтому он будет реагировать на... Так, интересно, потише, погромче. О! Вот это, кстати, интуитивно. Видите, друзья, я не думая, хватит. И ткнув кнопку, правильно уменьшил звук. Вот мне больше все нравится, когда что-то делают люди интуитивно. Для того, чтобы отработало интуитивно. Вот в прошлый раз, в моей прошлой жизни, в одноместной планерной, я все время летал в Сауди на планере ЛС-8. И мне все нравилось, и вот интуитивность была на высоте. Ну и сейчас, вот видите, прям первым делом звук можно поменять. Это удобно. Можно было это как-то запрятать куда-нибудь. Например, кстати, чтобы здесь поменять звук, я могу поменять только на переднем сидении, там мастер-прибор стоит. Я, конечно, какой-нибудь из звуков отключу, друзья, на будущее. Ну и, собственно, я говорю, что Оуди я брал все-таки не больше как не планерный прибор, а больше как парапланерный. А на параплане вот эта вот энергетика, когда ты... Ну вот я сейчас вам поясню, что значит компенсированный прибор, некомпенсированный. Что-то я потерял, ребят. Они ушли туда на солнце. Дальше? Вон. Один вижу, второго не вижу. Хорошо. Вот смотрите, друзья, сейчас вариометр вроде как плюс показывает. Оп, ну пусть еще показывает. А вы видели, что Оуди, например, не показывала плюс. О, два планера. Вот так круто возвращается. Как-то несутся быстро, да? Что, на хвостах кто-то стоит? Видно? Нет, нет, нет. Никак не развяжется. Хорошо. Вот смотрите, сейчас я опускаю нос, Оуди будет показывать минус. А теперь поднимаю нос. Подъема нету, но слышите, Оуди показывает плюс. Вот это называется некомпенсированный вариометр, который реагирует на то, что наш планер за счет сброса скорости набирает высоту и наоборот. В цифрах это как выглядит. Вот смотрите. Например, я сейчас разгоняюсь. Вот скорость растет. Вот скорость 200, высота 2200. Ну нет, 2200, 250. А теперь смотрите, раз. И вариометр на планере не показывает набор. Но высота растет, вы видите, прекрасно, да? Соответственно, Оуди в этот момент показывает подъем. Это нормально. Вариометр около метра показывает. Оуди тоже потихивает весело. То есть сейчас, если скорость не гуляет, то прибор работает более чем корректно. Я думаю, что его возможно к планеру подключить, может быть, каким-то образом по блютузу, в системе датчиков и так далее. То есть это, может быть, можно сделать. Но это совершенно не нужно, потому что задача этого прибора не вариометра, в смысле планера, а качественная навигация. С навигацией он будет справляться как минимум хорошо. И вот, обратите, загорелось. РА. У нас воздушное пространство впереди. И он предупреждает, что туда нам лезть категорически нельзя. Ах ты, лапочка моя. Через 1,3 километра оно начнется. Салон. Да, ROM-U71A. Ну что, делать будем боевый разворот, нам туда нельзя дальше. Ну, точнее, можно, если мы транспондер включим. Но мы этого не можем сделать сейчас. Поэтому делаем вот так. Смотрите, друзья, как я люблю делать. Я сейчас покажу моему... Эть! Другу! Опа! Йоу! Хе-хе-хе-хей! Ну как? Класс! Огонь? Да, это жонь. Очень точно показывает воздушное пространство. Оно все тут прошито. Ну, прям красота. Но у меня тоже прошито и здесь, вот. На этом приборе оно у меня есть. Забирай ручку по прямой лети. Забрал. Но мы говорим о том, что заменяет ли OUDI стоимостью, там, я не знаю, сколько он, тысячу евро, наверное, стоит. Вот этот прибор, который стоит три с половиной. Вот эта вот балалайка стоит три с половиной тысячи. Ну, вот как-то вот, видите, солнце светит на мои ноги. Вот прекрасно видно, читаются оба дисплея. Посмотрите, ну, очень хорошо все. То есть, ну, может быть, знаете как? Так, хотя под углом, может, вот этот кран чуть бликует меньше, капельку буквально. Но несущественно. То есть, почти разницы нет никакой. Я ничего не настраивал. Вот как оно включилось. Скорость относительно земли 136. Но, похоже на правду, 150. Так, смотри, сейчас нужно будет разогнаться энергично, чтобы перепрыгнуть ротор. Разгоняйся до 200 км в час, чуть левее на 10 градусов. Левее на 10 градусов. Будем перепрыгивать эту гору. Да, вот, друзья, смотрите, достаточно ответственный момент. Я тебя страхую, у меня рука около ручки. Не переживай. И вот так 200 спарим. Ты понимаешь, да, какая турбулентность за этой горой? С учетом, что ветер 40 км в час. Но мы должны пробиться. Если нет, уйдем направо. Там, где понижение идет. Вот, вот, что такое ротор. Ой, блядь. Да, вот, давай я ручку возьму. Ну как? У меня на Брестеле крылья отлетели нужно. Да? Да не, но эта штука надежная. Друзья, кронштейн нашего навитера выдержал. Все хорошо. Скорость 150 относительно земли. 180 относительно воздуха. Мы прошли хребет. Я беру ручку на себя. И запел прибор. Сохранились наши старые треки, я смотрю. Экраном можно пользоваться удобно. Так, а работает ли зум? Оп, работает. Слушайте, офигенно. Ну, вот, я могу сказать, что здесь у меня зум не работает. Чтобы делать зум, мне надо сделать вот так нажать. И вот так покрутить. Но сам экран работает вроде как, да. А здесь, смотрите, можно и так, и вот так, как на телефоне. Огонь! Ой, я доволен пока. Я, как есть говорю, я с таким летал. И я вижу прогресс реально у прибора, который я не держал в руках, получается, с 15-го года. Так, получается, 7 лет. Потому что я поставил в планер вот эту вот навигацию в Бетерфляй. И мне нужен был второй прибор. И вот я сейчас взял в руки впервые через 7 лет и посмотрел, какой прогресс. Ну, класс! Ребята из Naviterra, спасибо! Огонь! Будем продолжать. Я доволен, мне нравится. Ну, главное, что как-то с этой штукой на параплане будет прикольно летать. Дороги все отмечены, кстати, это удобно. Видите, здесь у меня дорог. Оп! Дорог нету. То есть здесь карта, на самом деле, видите, с автомобильными дорогами. И это классно по той простой причине, что часто автомобильная дорога является прекрасным ориентиром визуальным. Например, можно там приземлиться или еще что-нибудь. Был незабываемый случай. Я вам сейчас расскажу. Веселая история. Однажды я с моим другом полетел к Матерхорну. Была совершенно потрясающая погода. И, ну, мы как, собирались на Матерхорну, но собирались просто далеко в сторону Монблана. И мне казалось, что я полностью все карты подготовил. А здесь, на вот этом приборе, чтобы я понимал, нужно подключать страны разные. Ну, в данном случае надо было подключить Швейцарию и Италию. Потому что так, эта информация, она внутри есть, но она, типа, не активирована. И каково было мое удивление, когда мы подлетаем, уже пересекаем швейцарскую границу, оказываемся в Швейцарии. Я хочу найти, где же там этот Матерхорн, а мне карта показывает вообще полную ерунду. Ну, минимум какой-то. Я не показывает аэродромов, на которые можно приземляться. В общем, минимальная информация. И я лезу обновлять ее, что-то там путаюсь. При этом в полете это делать крайне неправильно, потому что надо же еще и пилотировать. В общем, я мыкаюсь, тыкаюсь, шмыкаюсь, понимаю, что нет. Если я продолжу в том же стиле, буду пытаться разобраться с картой, то я, наверное, просто приземлюсь где-нибудь. Я плюнул, сконцентрировался на полете и говорю моему другу Капаеву, говорю, слушай, если ты на Матерхорн хочешь, ищи его. И он по телефону сотовому присосался к интернету, благо сота какая-то была. И по автомобильному навигатору включил, как до вершины Матерхорда добраться. Вот, видите, друзья, здесь дороги отсутствуют, а здесь дороги есть. И вот они, эти дороги внизу, вот под нами, посмотрите. Вот каждая тропиночка. Вот на Витеру за это большой респект и уважуха. Так, продолжим разговор. И я лечу, он показывает мне где-то вот там. А я на Матерхорне уже был один раз с Клаусом. Помню, там такое озеро должно быть, еще что-то, еще что-то. Вроде как, какие-то пытаясь найти признаки. Карту бумажную мы не взяли. У меня же крутой, хотя положено, нужно брать карту бумажную. У меня же крутой прибор, все дела. С этой бумажной картой можно было бы, наверное, ну тоже надо было бы ее представить. Вот сейчас в полете я расстилаю эту бумажную карту, в нее смотрю. Все это мешает, понятно, что так раньше летали. Но каждая такая вещь, она мешает сконцентрироваться на том, что ты в незнакомой местности. У тебя черти какая погода, черти какие-то там потоки. Ты немножко возбужден. Идеально, когда вот приборы способны снять где-то нагрузку. А нас окружают, друзья, були. Так, я буду протягивать против ветра. Видите. В расчете на то, что против ветра сейчас будет чуть-чуть лучше. В сторону дома у нас там просто какой-то штрындец начался. Надеюсь, что он до нас все-таки до шабра не дотянется. Нам такой не надо, да, Капайлот? А? Или ты хочешь хлебнуть лихо? Нет, лихо. Я уже хлебаю очень приятно. Комбинация моя приборов у меня стоит, потерпляя вот этот прибор. В свое время он мне очень нравился, потому что он очень точно относительно пламеры считает ветер. Здесь я потерпляю, могу сказать, только респекту Важуха. Вот за это я его и полюбил, и купил. Но вот этот вот девайс стоит полторы тысячи евро сам блок. Плюс к нему стоит полторы тысячи евро блок дать сенсоров. И потом, допустим, три с половиной стоит такой дисплей. И в передней кабине все то же самое. Поэтому оснащение современного планера, конечно, практически деньги. А теперь берем ситуацию, что я купил планер за две с половиной тысячи евро по цене проплата. Старинный, 62-го года. И, естественно, я буду летать вот с этим прибором. В этом планере просто закреплю его на кронштейн, на фонарик. И будет у меня прекрасная качественная навигация. Да, скорость, конечно, цена на дрова. Ну и пес с ней. Друзья, ну что, можно считать, что это все и хорошо. Я сразу же встал в поток. Вот как это красиво. Я не знаю, с какой скоростью я лечу сейчас. По GPS это 95 км в час. Ну, по ощущениям я больше сейчас летаю. Сейчас попробую его на штопр этот планер. Ну, как бы и все, и пес с ним. Будем летать без скорости. Ух ты ж ее, когда штормит. Ай! Буквки читаются, друзья, на приборе. Экран очень высокого разрешения. Мне, кстати, кажется, что экран вот этого прибора имеет более высокое разрешение, чем экран этого прибора. Возможно. Надо посмотреть, даже будет характеристики. Мы можем, видите, вернуться в место, где набирали. Сохраняется наша вся информация. Это довольно удобно. Это причем можно отключать. Я на вот этом вот приборе отключал, потому что иногда ты летаешь. У тебя избыток вот этой вот траекторной информации. Поэтому можно включать, можно выключать. Я думаю, в настройках я еще положу. Я специально, друзья, взял прибор. Абсолютно... А, кстати, вот солнце вышло. Посмотрим еще раз. Включат солнце. Есть ли разница у нас в восприятии картинки. Вот одна картинка. Вот вторая картинка. Ну, прекрасно. Что в носу? Дельта-индия. Ну, аэродром дождем накрыл все-таки. Угу. Сколько я понимаю. Ну, что ж, друзья. Вечер перестает быть томным. Наш аэродром. Так и накрыло дождиком. Да. И вопрос, придет ли этот дождь сюда. Хочется верить, что нет. Очень мне нравится, как отрисовывают, друзья, картинки на Виттере. Видите, все... Ну, здесь тоже можно линию настроить более тонкую. Но вот прям четкая такая красивая картиночка. Не знаю. Экран явно хорошего, явного разрешения. Потому что вот циферка 36 ветра сейчас. Вот эти вот изобары. Вот эти все изобары. Как это называется линии склона? Изогипсы. Ну, изогипсы, да? Вот. Ты еще и разбираешься в географии. Я 10 лет учил географию в университете. 10 лет? Да. Видите, глядь, ты географ? Ну, метеоролог вообще-то. Метеоролог? Угу. Ну, вообще. По образованию. Круто. Так, ну что у нас тут плохого? Вот метеорология, тебе сейчас ничего не скажу. Не спрашивают. Ну, мы сейчас в ротор заходим. Вот, у вас впереди гора. В роторе от нее сейчас, по идее, должен здесь быть поток. Я на него, собственно, и рассчитываю. 219 км в час скорость. Качество 25 у тебя сейчас. 25? Да. Точка Тайков, это где я включил прибор, это впереди гора. Для нее получается 8-9 километров. Прибор, причем, вот сам все сделал, я ничего не настраивал, я из коробки его достал, только что подключился, зарегистрировался, и мне уже, кстати, пришел привет от компании, сказали, о, все, видим, что прибор активирован, прибор эгегей. Ну, вот я и летаю, эгегей, ну, не я летаю, Вальдос летает, вот эти, которые несутся через вершины, высокие, скалы глубокие. Небольшая турбулентность, при турбулентности просто старайся не делать резких движений ручкой, ты понимаешь, да, что ты можешь сам натворить делов, потому что будешь макать ручкой. Ну, мне просто хочется скорость уменьшать чуть-чуть, когда там уже сильно. Ну, хочешь уменьшить, зеленый сектор, ну, можешь до 150 уменьшить, уменьшить немножко. Причем, видите, воздушная скорость у нас сейчас 150 км в час, относительно земли у нас скорость 197 км в час, то есть у нас дует достаточно ощутимый ветер. А ты уверен, что шаур будет работать, он вот на этой высоте? Конечно! Я тебя сейчас еще лучше сделаю. Я тебя сейчас высоту сброшу. Давайте-ка, чтобы доверие между нами возросло, друзья, посмотрите, что какой гадость я сейчас делаю Вальдосу. Он, конечно, когда меня учил, он был более корректен в действиях, он не так не делал. Он очень хороший инструктор. На том, чтобы летали, не было воздушных тормозов. Ну, а тебе нравятся воздушные тормоза? Я еще не знаю, я вижу их, но... Ну, видишь, мы потихонечку снижаемся. Я хочу просыпаться до высоты, чтобы вы пришли ниже склона, чтобы тебе было пострашнее. Прошел? Вот, друзья, гора. Опускаемся пониже. Мы подходим к склону, и я попытаюсь выпарить. Ну, ветер достаточный, дул. По крайней мере, раньше. Я хочу уверить в то, что мы сможем выбросить отсюда. А пока мы не тёмся мордой в склон, я думаю, что неприятные ощущения сейчас моего Копаева-то. Ну, ничего страшного, вот мы как красивенько. Вдоль склончика шпарим, а? Ну что? Волков, непонятный инструктор. Да? Вообще. А как это? Зато ты понимаешь, что сейчас полетаешь чуть-чуть, и потом поймешь, что вообще ничего не страшного в этой жизни нет. Согласен? Ну... Сейчас я еще во форточку высуну руку. Как это? А он в это время еще и снимает, да? И мы на свободе высоты. Лишь выше склона уже. Лишь, это просто. И ты... Йуху! Йуху! Пауэр! Эй! Спокойно. И вот мы всю всю энергию съели, которую могли по низам. А теперь можно поверхами ее кушать. Видишь, мы прям заправились энергией. Курс очень хороший. Как для человека, летающего первый раз, набирающего энергию откуда-то. Да, очень хороший курс. Да, сейчас уже... Ты теперь ничего не боишься уже? Нет, ну я и так бояться-то зачем, но... Сейчас я более-менее понимаю, что можно делать, что нельзя. Потому что, ну, на самолете же так не делал бы. Ну, вот это мне понравилось. Вдоль стенки, вот то, что там можно вот так вот лететь. И значит, вот точно там что-то будет, потому что есть ветер, он никак не выключится. Это мне понравилось, да. Погода все веселее и веселее. Зона осадков, тут у нас формируется впереди очаг. Справа у нас на аэродроме подрассосалась. Я нашел, на самом деле, прекраснейшую штуку. Посмотрите. У меня на Оуде показывает зону осадков. Он сейчас связан с космосом. Ну, шучу. Не с космосом, он связан с... По сотовым данным получает информацию. Вот, смотрите, вот где с желтеньким. Вот показано, где осадки идут. Вот осадки, вот осадки, вот осадки. То есть, все это есть. По идее, конечно, все это может быть на таком приборе. Ну, а вот на этом конкретно такого быть не может, потому что, ну, может уже его апдейтили как-то, что, может быть, какую-то антенку к нему нужно, модуль, куда вставить карточку. Но здесь уже все есть. Вот здесь вот снизу сим-карта. Мы сейчас в интернете. Вот сейчас хорошо видны вот эти все осадки. Видите, как красиво масштаб меняется. Вот прям до размера планеты. О! Хе-хе-хе-хе, красота! И видно, где дождь идет. Ой-ля-ля-ля! У меня вообще забрался куда-то не туда. Ну-ка, оп, вернись. Назад. Удобно, конечно. Очень все удобно. Нравится мне. Так. Так что еще хотел вам показать? Смотрите, какая классная, какую классную штуку нашел. Понятно, что я здесь забил сюда себя уже. А вот это вот мне очень нравится. Рядом посадки. Оп. И смотрите, какой список аэродромов ближайших. Ну, вот, например, наш аэродром. Я на него нажимаю. И он показывает, что до нашего аэродрома нам нужно повернуть на 126 градусов. Расчет на качество должно быть 40, чтобы мы тут вот это летели. Ну, вот, цели слободим анселион. Это не наш аэродромчик. Все. И я теперь знаю, что разворачивались. А, ты хочешь по досадке зайти? Ну, зайди, зайди, да. Нет, я просто жду команду разворачиваться. Ну, вот эти все окошки естественным образом настраиваются. Я еще просто это все не настраивал. Но, в целом, конечно, прям огонь. Иконка дождик. Как настроил дождик, так и дождик пошел. Дождь пошел? Или это снег у нас? Чувствуешь, сыпет на нас? Да, сыпет, но не остается. Это, наверное, снег. Эта крупа может быть. Может, поворачиваемся отсюда. А зачем? Мы же напланили. У нас это на моторе, на самолете. Отполируют? Отполируют. А, наверное, там пофигу. Напланили, друзья. Любая вот эта вот... Ну, смотри, на передней кромке прилипает... Лед прилипает на кромочке. Не лед, а вот эта вот кака. Так что, конечно, сильно злобствовать не стоит. Давай так, чисто поржать, сходим, посмотрим, что дают под вот тем страшным облаком. Мы же можем. Мы же планер. Опускай нос. Бери ручку. Беру. 180 км в час. Пройдемся по прямой чуть-чуть. Наши осадки слишком слабые, чтобы их показывало. А вот более глобальные показывает. Отличная функция. Мне эта функция очень нравится. Мне ее реально не хватало. Поехали направо. На камере села батарейка. Остался один процент. Но я вам не могу показать, к сожалению. И я знаю, что здесь есть порт USB. И можно через USB зарядить камеру. Вот так. Сейчас буду заряжать от Audi батарейку камеры. Красота. Еще и PowerBank. Огонь. Держалка вот эта в меня вселяет все больше и больше радости. Прекрасно. Прекрасно телефон закрепился. В таком варианте, конечно, на телефоне тоже видно все неплохо. Но, не знаю, экранчик Audi по-моему не то, что не уступает, а превосходит экранчик айфона с точки зрения, не знаю, читабельности. Здесь на Audi ярче проработан рельеф. То есть ты вот эти все горочки прекрасно видишь и прекрасно понимаешь, где склон. Такой крепкий, надежный, офигенный кронштейн. Просто обалденный. Ребята из Navitera, это вот кронштейн выше всяческих похвал. Это первый кронштейн за всю историю, который вот реально он держится. То есть, смотрите, я сейчас буду его реально крепкий. Я объясню почему, потому что когда на планере поднимаешься на высоту 5800, у нас разрешено, то замерзает стекло и вот эта репучка держится обычно за какого-то количества воздуха. Ну и, в общем, все это замерзает, дубеет и отваливается. То есть вот этой прижимной силы присоски не хватает. Здесь, мне кажется, и присоска сделана очень грамотно. Ну, по крайней мере, вот сейчас работает прекрасно, посмотрим, как будет дальше. Vides шикарно фигачит под грядой. У нас, друзья, мы на Шабре долетались, решили куда-нибудь еще слетать. И летим сейчас в сторону аэродрома, по центру нашей долины. Периодически приподнимает планер. Используйте вы на самолетах такую штуку. Использую те, кто знают. Да. Кто хоть общался с этими планеристами, хоть чуть-чуть, те знают, что такое небесная вот эта улица. И экономят топливо, да? Да, и экономят топливо, и лететь можно быстрее. Ну, вот так, кстати, тут получается, что ты на каких-то фиксированных оборотах двигателя можешь экономически с одной стороны летать или скорость увеличить. Мы летели, уходили ниже облачности. А сюда пришли, видите, уже на одном уровне к облакам, у облаков. Но это не только за счет того, что нас под грядой придерживало, а за счет того, что здесь кромка облаков ниже. О, а может волна? Дай-ка ручку. Видите, мы сколько витков нарезали. Между тем мы добрались уже до облаков, и вот видите... А то и выше чуть-чуть даже. Да, выше облака. Ну, потому что я знаю, что перед вот этой конструкцией как раз есть восходящий поток. И мы сейчас, в принципе, можем ходить вдоль этого облака и лезть вверх. Вот здесь как раз навигация очень помогает, потому что я картинку вижу в свой предыдущий трек, увязываю его... Так, здесь я тоже вижу предыдущий трек, видите? Увязываю ее со своей идеей. Что я здесь ожидаю? Ожидаю я здесь волновой отскок. То есть мы сейчас с тобой попробуем в волну попасть. И убеждаюсь, что что-то тут есть. Что-то здесь нечисто. Вот ты, Лаки Мэн. В один день все. Я буду считать Naviter талисманом, потому что сегодняшний полет был частичный для того, чтобы посмотреть, что это за прибор. Я полетел, как всегда, как видите, в шортах, несмотря на то, что в горах снег лежит, ну, потому что было вроде как тепло. И мы взяли волну, и уже выбрались на 3 километра. Вообще фантастика. Просто. И самое интересное, что вот, смотрите, нам прибор показывает зону осадков. И эта зона осадков, вот она, впереди, где-то там. И нам совершенно по барабану, что там идет дождь, потому что мы выбрались выше облаков, и дождь идет где-то под нами. Вот так можно. И такое, кстати, бывает. Мы часто летаем долго на север. Ну, это же просто праздник какой-то. Да? Но ты был достаточно вредным, чтобы им рассказать, что ты в волне сейчас придешь? Не, я просто сказал, что если кто-то еще хочет. Ну, и немножко капельку вредным, да. Ну, что, погнали, поищем волну впереди. Вот здесь или пи***ь не даст, или вверх пойдем. А может, и вверх не пойдем, и пи***ь не даст. Как говорится, очень много вариантов. Ну, и not so bad, как говорит Клаус. Оба прибора мне показывают, подсказывают. Видите, я прямо рисую восьмерочку такую характерную. То есть сейчас без навигации это делать можно? Вы смотрите на землю, привязываете себя к какой-то точке, но вы все прекрасно понимаете, что делать это намного сложнее, когда ты одно дело привязываешь себя к точке, а другое дело смотришь на экран навигатора и понимаешь, что ты в нужном положении относительно вот этой вот восьмерки. Сейчас можно даже не смотреть уже на облака дальше, а по восьмерке работать. Ну, я, конечно, утрирую, но... О! О, Naviter, мечтал ли ты прибор, который мне достался, что будешь летать так? В первый же раз, в первом же полете, друзья. Unbelievable. Невероятно. Да, вот это я сейчас понимаю, что такое магия. Насколько тяжело там все перед этими склонами, там надо работать и стать все, чтобы хоть что-то выиграть. А здесь вот все спокойненько. Сейчас я сейчас на Боинге, сейчас вот только что вперед кто-то посадит. Да, на Боинге? А, ну да, ну, собственно, одно из свойств волны, то, что это очень ламинарное такое течение. Я сейчас скорость сброшу до 90 км в час. И мы сейчас, в принципе, вообще можем зависнуть. Скорость ветра нам показывает один прибор 37. А, Naviter показывает 38. Ну, все достаточно точно. Знаете, друзья, какой хороший все-таки. Naviter получается, по ветру не врет. Показывает все красиво. Показывает, вот она, зона осадка впереди. Вы можете наблюдать. Вот вы наблюдаете, что там, да. Если на такое посмотришь, понимаешь, что где-то там действительно, да, зона осадков. Сейчас мы еще к Пик-де-Бюро, вот к тому облаку дойдем. Вот там ты получишь самые яркие эмоции. Сейчас визуальное прям восприятие волны идеальное. Облака текут, Пик-де-Бюро падают вниз. Проскакивает положение на равновесие воздух. Отскакивает вверх. И образует вот в этом месте уже волну. То есть вот так вот. Чпунь, чпунь. И вот в этом чпунь вверх мы сейчас попрем вверх. Оп, 120. Прямо вот гангаж вверх. Прямо вот так и гей-гей. На скорости стой сейчас лети. Я. Красота. Магия, магия, друзья. По-другому этим словом не скажешь. Два наших верных прибора показывает, что творится за бортом. Я вижу, как зашкаливает вариометр. Я вообще ушел куда-то. И так даже не очень верится. Тебе что-то не верится во что-то? Ну, нету. Визуально нельзя увидеть, как мы взлетаем. Хотя мы взлетаем так, как мы не имели такого набора возле гор. Ну да. Сейчас приготовься влево вираж делать. Между тем, на осреднителе у нас 5,8 метров в секунду. Стрелка вариометра лежит. У тебя с левой стороны прибор показывает. На Оуди я не настраивал еще ничего. Но он тоже, я думаю, рад так полетать. Поехали налево. Слушай, я даже снимать сегодня не собирался. Думал, ну какой-нибудь полетик получится такой унылый. А тут такая ЮГУГУГУГО. Красотища, друзья. Ну вот, посмотрите, какая-то конструкция. И сейчас мы вдоль этой ЮГУГУГУГУГУГО полетим вверх. Браво-браво, коррекция. Стендинг на 3-4. Ну, есть сильмяжная правда в твоих словах. Я не знаю, как все очистить, но просто это все. Воин, симулятор, все спокойно, ариометр напишет на 3D. Это есть, да, это есть полет. Да, я думаю, это один из первых Audi N, который забрался на такую высоту и летает над облаками, друзья. Ой-ой-ой, не в ту сторону повернул. Разворачиваемся, надо выскочить. Да нет, какая дырка, я просто загляделся на прибор. Сейчас, раз, выскочили. Опять прям вверх. Друзья, к нам присоединился еще один коллега. Зачем вам нужны эти все вармы-шмармы? Потому что трафик. Вот он у нас прямо по курсу. Но сейчас должен точно видеть. Оп. И сейчас у нас задача его поснимать красиво. Я уменьшаю скорость. И сейчас попробуем пройду над ним. Не дернет нормально. Оп. Мы с ним разошлись. Оп. И вот мы с тобой пойдем дальше прямо по курсу. Видишь, облака висят. Вровну там волну следующую взять. Готов? Выпускай нос, разгоняйся до 180. Конец зеленого сектора. И погнали вперед. Сейчас снизу характерные облака. О! Нолики. Место, где мы до этого волну брали. Оно вот, смотрите, за вот этими всякими облаками дальше. Видите, висит облако за крылом. Наш наиверный навигатор. Сейчас красивые кадры. Показывает, как вы видите, зону осадков. На два часа относительно нашего курса. Ну, смотрим. Ну, где-то там, да. Похоже на то. Идет дождь. Это сейчас не столь актуально. Это будет актуально, когда будут всякие грозы и прочее на соревнованиях. Тогда будет более чем актуально. Но мне интересно, что я в первый же день полетов эту функцию уже у навитера освоил. Очень хорошо. Я доволен. Теперь моя приборная панель это просто какой-то праздник. Хе-хе-хе. Да? Так. Между тем, впереди, по идее, должна быть волна. Если ее нет, будем отступать. Слушай, вообще все плохо. Нам сейчас вот-вот усилий надо между облаками. Потому что нырять под облака я точно не хочу. Вот вечер перестает быть томным, кстати. Заигрались чуть-чуть мы. Ключу авиагоризонт на всякий случай. Там есть дырочка, мы через нее пройдем. Но... Да, как-то так я рассчитывал, что пойдем мыли. А, вот все нормально. Слушай, заслоняли облака. Было непонятно, проскочим мы здесь или нет. Все, проскочили. Приборная панель. Работает авиагоризонт. Еще вот этот прибор я могу включить. Тогда будет два авиагоризонта. А то у меня будет не планер, а просто сборище. Хе-хе-хе. Сборище приборов. Вот этот прибор дублирует вот эту всю систему Butterfly. Потому что, несмотря на что приборов много, блок сенсоров всего лишь один. Вот. И поэтому... Вот. Заработал второй авиагоризонт. И я использую два авиагоризонта плюс компас. В этом случае можно по компасу отсечь неисправный авиагоризонт и работать поисправному. Если начинает глюч, первым делом начинаешь по компасу смотреть, все ли работает хорошо. Так, волны у нас нету. Поэтому бери ручку. Просто наслаждайся. Через феновую щель идем. Эх! Облака справа видите, непроход дебильнее. Сейчас повернешь направо. Поворачивай направо и вдоль облаков пойдем в сторону аэродрома. Итак, друзья, смотрим на наш прибор волшебный. Видим, что осадков у нас нету. Видим, что осадков у нас и так нету. Сейчас будем искать где-нибудь дырочку, чтобы снизиться от облака и, собственно, зайти на посадку. Эх! Как красиво! Вот я люблю такие краски постмистралевские. Все воздух прозрачный, видно далеко. Сарл Батин, директор Downwing, Ленинг Норд. Оп! Выпускаю тормоза, потому что мы сейчас высоковато. И наблюдаем, как тот планер заходит. Идет хорошо. Я немножечко увеличиваю дистанцию между третьим и четвертым, потому что немножко высоковато зашел. Здесь нужно быть на уровне вот этих полников. Сейчас нормально. И заход идет на более высокой скорости, чем обычно. То есть не 120, а не 110. А вот я иду 140-150. Почему? Да потому что вот эта болтанка, которая присутствует, это вот нам все точно не надо. Вот. И все. Раз. Оп. Выравнивание и повисеть, 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 повисеть. Bello my god! Ты чего смеешься? Можно я просто так посмеюсь? Почему? Я просто радуюсь, что мы на земле. Что, тебе было страшно, как мы заходили? Нет, мне было страшно. Знаешь, все равно радуюсь, что... Ну правильно. Это вот приключение, которое вот сейчас вот закончилось. Сейчас можно уже посмеяться чуть-чуть там... Что я могу сказать по поводу прибора Naviter. Я доволен. Я даже доволен больше, чем ожидал. Хотел вам что еще показать. 78% заряд батарейки. Вот мы отлетали не знаю там сколько, часа 4. За всеми почти ничего не потратили. Очень хорошо. Все с батарейкой здесь должно быть. Заряжается камера. Наша севшая GoPro 10. Вот Audi. Естественно, можно, чтобы не было расхода энергии погасить экранчик. Ну и вот так вот. В общем, у нас еще и огромный пауэрбанк. Вот такой же прибор купил себе легендарный Клаус Ольман. Почему ты купил этот устройство? Да, so I'm flying sometimes with different gliders and of course you have not in all gliders, you have the same navigation system and as well as a logger or task settings so the Audi N has a beautiful daylight vision on the screen so even with bright sunshine you can you can use it and it's so it's a little bit heavier than the what we had before but that's due to the big battery that you have and so when I want to fly 16 hours flight so I have during the whole day I have the full screen and I can even fly longer with that so it's beautiful to handle so you can really use it here you see the air spaces that you have so that's really something very interesting and for me the most important thing is when I'm changing the glider and I'm flying with another system you don't know the system probably then you are struggling with thermals there's another advantage so you have the radar and the satellite you can charge in and this is really very helpful yesterday we had a big big thunderstorm and if you can see it on the on the map and you see okay the thunderstorm stops or there's a bigger one which is behind so this is something important and of course as well you can charge in top video or you can charge the sky side that could be very helpful for wave yeah I try to take the wave with this device in the spring and this is this is beautiful so and so it's a very nice thing you know you take it in your glider and you take it out and you fly with another one so probably I have the opportunity to fly one day with the Sparrowhawk he is not the instrument I'm familiarized with and then you have your stuff and you use it always in the same way it's important because when you are struggling with handling from instruments or modern moving maps they are beautiful all of them are somewhere beautiful but everything is a little bit different and you're going in the menu instead of looking outside and making good decisions for your flight thank you very much thank you отличный полноценный прибор с хорошей видимостью с хорошим экраном четким и не знаю мне мне все очень пока нравится я попробовал минимум с утра сегодня вы видели как я тыкал туда карточку и так далее С моей нелюбовью к компьютерам Все заработало прекрасно И дальше следующая, наверное, серия будет Я настрою его, как полагается Уже чисто по планерам, всякие долеты и прочее Ну и, наверное, порассказываю вам подробно Как возможности прибора Что там стоит настроить А так, общие первые впечатления Офигенно, ты сегодня считаешь талисманом Потому что То, что полетели проверить Залезли в волну, получили массу удовольствия В общем, погода бомба За прибор огромное спасибо Компании Naviter и Артему Лазовому Очень доволен, спасибо До новых встреч, глубоко уважаемые любители Летных видов спорта Увидимся в небе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова